Библейский портал экзегет.ру представляет Ну что ж, дорогие друзья, всех приветствую в актовом зале Срединской духовной семинарии. Наши лекции, беседы по изучению псалтыри записываются в студии портала экзегет на сайте экзегет.ру В последующем вы сможете найти видеозаписи каждой из бесед по каждому из псалмов, изучаемой псалтыри. Псалом первый. Кафизма первая. В первой части псалтыри, которая объединяет первый-сороковый псалом, первые два псалма, не один, а даже два, мы можем сказать, стоят особняком. Если взять во внимание, что в еврейской традиции 9 и 10 псалмы объединены в один, то в этой первой книге, первой из пяти частей псалтыри, только два первых не надписаны именем Давид. Все остальные надписаны именем Давид. Нет. Псалмы первый и второй в рукописях не имеют никакого надписания. Хотя в русском синодальном переводе вы встретите слова псалом Давида в надписании второго псалма, но они отсутствуют в древних рукописях. Более того, по содержанию эти псалмы похожи. В них похожая лексика и похожие идеи. В частности, оба псалма имеют связь через слово «блаженный». Первый псалом начинается такими словами. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых». А второй заканчивается подобными словами. «Блаженны все, уповающие на него, на Бога». Первый псалом говорит о неком сидении в собрании развратителей. Второй псалом о Боге, как бы сидящем на небесах. В первом псалме некий муж размышляет о законе Господнем день и ночь. Вразумиться и научиться во втором псалме должны все цари и судьи земли. Первый псалом завершается словами «путь нечестивых погибнет». Второй псалом обращается к более широкой аудитории, чтобы вам не погибнуть в пути вашем. По мнению многих современных исследователей, оба псалма имеют похожую мысль. Они идейно объединяются условно в один псалом. Являются преамбулой не только к первой части псалтыри, но и ко всей книге в целом. В них, как и в многих других псалмах, звучит размышление о двух путях. Путь праведника и путь грешника. Путь верности Богу Израилеву и путь хождения вслед чужих богов. Путь жизни и путь смерти. Этим темам, которые начинаются в первых двух псалмах, посвящена вся книга псалмов. Рассмотрим более детально первый псалом. Итак, первый псалом псалтыри. Первое, что бросается в глаза всякому любознательному читателю, это разделение людей на две группы – праведные и грешные. При этом праведные, как мы увидим из дальнейших текстов псалтыри, это не те, которые в своих собственных глазах хотят казаться праведными. Праведные себя ради. А те, которые в Боге ищут праведность, полагаются на Бога, следуют тем путям, которые он заповедовал. Грешники, напротив, это не просто люди, которые имеют какие-то моральные недостатки. Это прежде всего те люди, которые отвергают власть Бога над людьми и любыми способами преследуют людей Божиих. В этом контексте, в таком сугубо религиозном контексте, мы видим, что понятие праведный и грешный не совсем соответствует народному современному представлению, где грешный человек мыслится только как аморальный. В библейской поэзии грешник – это прежде всего неверующий. Структура первого псалма обращает наше внимание на противовоставление праведников и грешников. Первые три стиха говорят о пути праведных и о тех плодах, которые этот путь приносит. Четвертый и пятый стихи показывают нам результаты, к которым приходят ходящие по пути грешников. Стих шестой подводит контрастный итог между судьбой тех и других. Во многом в этом псалме мы видим характерные черты библейского параллелизма. Приведем несколько примеров. Представим себе, что синонимический или антитетический параллелизм, то есть полустишья или стихи, которые выражают похожую или противоположную мысль, обозначаются нами буквами заглавными А и Б. И в таком случае, если проследить первые же строки, мы увидим соответствующий пример поэзии. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании разлетителей. Идея блажен муж, то есть человек равно блажен, в противовес ставится пояснение, в чем именно свершается блаженство этого мужа, или вернее, каким образом человек может стать блаженным, какой путь к этому блаженству. Этот человек не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании разлетителей. Другой пример параллелизма, который следует сразу же за этими стихами. «Но в законе Господа воля его, и в законе его размышляет он день и ночь». В скобках я вам привожу слова, которые в чем-то, на мой взгляд, более точно соответствуют оригиналу текста, или древнееврейскому, или древнегреческому, то есть, по-другому, ближе к букве текста. Итак, удовольствие этого блаженного мужа в законе Божьем, и он буквально бормочет, то есть, постоянно о нем говорит, повторяет, повторяет его на своих устах день и ночь. Они честивые, они не устоят на суде. Грешники, мы можем так же сказать, не устоят, не встанут в собрание праведных. Слово «блажен» – одно из ключевых для понимания данного псалма. Еврейское «ашрей» соответствует греческому «макариос». Отсюда и имя всем известное – «макарий» – «блаженный». Означает буквально «счастливый». Слово является центральным для всех заповедей блаженства, сказанных на горе Иисусом Христом. «Блаженный» – «чистый сердце», «блаженный» – «алчущий и жаждущий правды», «блаженный» – «милостивый» и так далее. Это же греческое слово. «Макариос», «макариос», «макариос» является ключевым для понимания заповеди блаженства Иисуса Христа. Кто же такие эти «блаженные» с точки зрения библейского богословия? По книге «Притч» долгая жизнь, богатство, слава – это те плоды, которые приносят мудрость. Блажен человек, который снискал мудрость, долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Но если по книге «Притч» блаженство имеет социальную характеристику, «кто презирает ближнего своего, тот грешен, а кто милосерд к бедным, тот блажен», сказано в книге «Притч», то в Псалтире радость и воздаяние в жизни связаны с личным отношением с Богом. Блаженство по псалмам – это некое особое ликование, которое наиболее ярко проявляется в благодарственной молитве. «Славословие верных Богу людей». «Блажен кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил в дворах твоих. Насытимся благами дома твоего, святого храма твоего», сказано в другом Псалме. «Блажен и живущие в доме твоем, они непрестанно будут хвалить тебя. Блажен народ, который знает трубный зов, а не ходит в свете лица твоего Господи». Поразительно, что по первому стиху первого Псалма характеристика понятия блаженной раскрывается через три противопоставления. Такой человек не участвует в Совете Нечестивых, такой человек не сидит в собрании развратителей, такой человек не стоит на пути грешных. Развратители, о которых здесь идет речь, буквально по тексту — это цинники, кощунники, надменные злодеи, опасные для общества тлетворные люди. В святоотической письменности нередко в комментариях дается понятие «еретики». В православной аскетике очень часто этот первый стих рассматривается как некая инструкция тому или иному подвижнику, как бороться с помыслами, или, вернее, как указание, как греховный помысел приводит к греховному деянию. Сначала человек что-то замысливает. Слово «совет». Затем эта мысль в нем укореняется. Он начинает в ней стоять. И, наконец, он переходит к действию. Он совершает грех, когда эта мысль в нем начинает сидеть, то есть пускает свой корень, превращается в страсть. Тот человек, который день и ночь размышляет о законе Господа, и здесь мы видим явную параллель с книгой «Второзаконие». И, вероятно, что здесь идет речь о человеке, который вспоминает и пересказывает слова Моисея. Итак, такое размышление, и человек, который находится в таких размышлениях, он не является формальным начетчиком. Он искренне ищет Господа. Закон Божий написан у того человека в сердце. Вершиной симфонии в размышлениях о законе Божием и обретении блаженства является другой псалом, 118-й. Там идея блаженства, связанная с рассуждением о законе Божием, достигает своего пика. И уже само по себе размышление по 118-му псалму дает человеку некую усладу. «Наставляемый законом Господа человек блажен, и он получит покой в бедственные дни». Здесь нельзя пройти мимо ветхозаветной идеи об успешности, процветании, земном воздаянии для тех, кто ходит путями Господними. Боящиеся Господа, согласно всей псалтире, будут богословлены большой семьей, их жены будут, как плодовитые лозы, у них будет достаточное богатство, и на старости лет они будут спокойно отдыхать под тенью смоковницы. Укорененный в законе Божием человек по первому псалму, он подобен дереву, дереву, которое посажено при источниках вод. Буквально по тексту, при эллигационных каналах, которые в древности вручную выкапывались, чтобы от реки доставить воду до засушенных полей. Благодаря постоянному потоку свежей воды такое дерево действительно всегда зеленое и плодоносное. Но в нашем случае речь идет о какой-то более высокой идее, чем просто дерево, которое никогда не теряет свои листвы. Мы видим явную параллельность книгой пророка Иеремии. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Он будет, и тут почти такая же мысль, как в первом псалме. Он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает она, когда придет зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. На основании данного стиха некоторые исследователи пытались сделать выводы о влиянии текста Иеремии на первый псалом и, соответственно, о датировке данного псалма после появления книги Иеремии. Но этот вопрос дискуссионный. В отличие от праведников, которые имеют глубокий корень и постоянный источник воды живой, грешники по первому псалму подобны праху, который ветер разносит в разные стороны. Последняя фраза первого псалма «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет» звучит, как некоторое исповедание веры. Этот псалом не пересказывает жизнь какого-либо праведника, не пытается дать оценку каким-либо историческим событиям. В нем нет описания тех несправедливостей, которые задевают души чувствительных лиц к социальной несправедливости. Когда, например, богачи без труда жруют, не знают бед и страданий до самой смерти. Вера, которая утверждается в данном псалме, скорее описывает особый путь жизни, который лежит вне опыта той группы людей, которая, доживая свой век, спускается в Шиол, так и не познав своего Творца и Вседержителя. Вера, о которой начинается речь в первых стихах книги Псалтырь, это особый, трогательный, глубокий, очень личный опыт, внутреннее переживание особой встречи с Богом, которое может быть выражено на устах только в форме поэзии, божественного гимна, когда община верных единым сердцем словословит Творца, воздевая руки к небу в прославлении, показавшего нам свет. В трудах святых отцов отдельные части этого псалма нередко получают мессианское толкование. Аврелий Августин, епископ японский, полагал, что блажен муж человека, о котором идет речь в данном псалме, это сам Иисус Христос. Святитель Афанасий Великий источниками воды называет Божественные Писания, в которых повсюду можно найти проповедуемого Христа. Дерево жизни, посаженное при источниках вод, Христос, ветви, апостолы, листья слова апостолов, корень, символ крещения, плод дерева спасаемое, а земледелец, посадивший дерево, сам Бог Отец. В некоторых святоэтических толкованиях под плодами дерева понимаются даже новые поместные церкви, основанные апостолами. Блаженный Феодорит Кирский смещает акцент с догматики в сторону аскетики, полагая, что живая вода, о которой идет речь в данном псалме, это учение Христова, подвижники-добродетели, изучающие слово Господа. Это деревья, посаженные на воде, которые приносят плод для будущей жизни. Не воскреснут нечестивые на суд. Нечестивые, пишет блаженный Феодорит, они, конечно, воскреснут, но воскреснут не на суд, а на осуждение. Таково содержание первого псалма. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok